Маршалл Колдсмит и Марк Рейдер. Марк Рейдер. Триггеры. Триггеры. Аморное пространство. Всем привет, ребята. Я-то Катя, и у нас на связи, как всегда, книжные трейлеры. Как вы помните, вызов МИФ-101. Читаем 101 книгу МИФ за год. И сегодня будет книга, которую я прочитала совсем недавно, и которая круто изменила жизнь. Я прям не могла ею не похвастаться. Книга, к сожалению, к сожалению, в электронном виде, потому не могу, как всегда, вот так вы стоите перед глазами вам показать. А, кстати, нет, могу. Я могу так сделать с айпашкой. Сейчас попробуем. Но это будет не так интересно. Вот, сейчас я сделаю. Вот. Триггеры. То есть книга называется Триггеры. Автор Маршалл Голдсмит и Марк Рейдер. Я надеюсь, я правильно запомнила имена. О чем эта книга и почему я ее купила? Мне безумно захватила, вот, знаете, там такая выжимка, я не знаю, как это называется, ни предисловие, ни рецензия. Ну, от любой книжки так-то есть такое описание, краткое описание, о чем эта книга. И первое же предложение в описании этой книги, я сейчас даже его прочитаю, было «Если вы хорошо ставите цели, но плохо их достигаете, эта книга для вас». Как только я приняла, вот это прочитала, я тут же добавила книгу в корзину и побежала ее покупать. Потому что это я. Катя отличный стратег, умеет ставить цели на год, на месяц, на неделю, все расписывает. Крутые трекеры, но все точно, вот смотри, все распланировано. Но только вот диаграммы Ганты единства нет, о которой я недавно узнала и, может быть, я внедрю. И потом проходит какое-то время, приходит Катя стратег, понимает, что ничего не сделано, ничего не сделано, потому что Катя хреновый исполнитель. Да, вторая Катя, которая исполнитель, не слушает стратегии, делает все не так. Так, что с этим делать? Я обычно поступала как? Если я приходил в стратег, видел, что исполнитель ничего не сделал, он начинал грызть. Сейчас я даже найду человечку, подождите, вот, да, вот это будет мой исполнитель, а вот это летит. О, вот так. Значит, сейчас будет смешно. Вот это стратег, это исполнитель. Стратег приходил и просто убивал своей нецерзунной лексикой исполнителя о том, какая я плохая, что мне опять ничего не получается, но как так можно? Столько было сидеть в Ютубе. Это, ну, это немножко, конечно, действовало. Я брала все руки, но не так, чтобы это приносило какие-то прям существенные положительные результаты. И вот в этой формуле стратег-исполнитель я поняла, чего не хватало. Вот эта книга мне помогла понять, чего не хватало. Не хватало окружающей среды почему-то, которую я до этого игнорировала. Мне казалось, что окружающая среда — это какое-то аморсное пространство, он вообще не имеет ко мне никакого отношения. Я же вот тут, я сейчас сама с собой договорюсь, сейчас всё настроим, и вот туда побежим, и добежим, и точно всё сделаем. Нет, Катя, оно так не работает. Окружающую среду надо тоже брать в расчёт. О чём и чему посвящена, наверное, большая половина данной книжки, где вот постепенно, шаг за шагом, описывается важность и необходимость правильной оценки окружающей среды. И то, как мы с себя поступаем в той или иной ситуации, это не то, это наши поступки не определены нашим характером. Они по большей степени определены триггерами, то есть внешней средой, которая провоцирует нас на то или иное действие. И вот эта мысль, как только я вот дошла вот до определения триггеров, разбора определённого количества примеров, а в книге очень много примеров из жизни, из практики Маршалла, как я поняла, это именно примеры из его профессиональной деятельности, как консультанта, что действительно так оно и есть. В тех ситуациях, когда я теряю контроль и веду себя не так, как мне хочется, и в тех ситуациях, когда мне становится стыдно, надо не себя ругать было, как я делала до этого, а добавить ещё одно неизвестное в это уравнение и понять, что спровоцировало меня на этот поступок. И это так меня развернуло на 360 градусов, то есть как пример из жизни, я пару раз на работе срывалась, вела себя неестественно для себя образом, извинялась, но я всё равно как бы не понимала, Катя, ты вроде как бы хороший дисциплинированный человек, почему ты себя так ведёшь? Я себя отчитывала, ругала, но проходило какой-то прям режим так времени, я опять срывалась. И благодаря этой книге последний раз, когда случился этот срыв, я смогла сделать шаг как бы назад, отстраниться от ситуации и понять, что же меня спровоцировало. Если интересно, спровоцировали на самом деле мои тренировки в манеже, то есть все эти срывы, когда я вот сделала шаг на жаг, я ещё сделала шаг по временной, можно сказать, полосе, такие забегы во все предыдущие, что найти у них общие, я поняла, что общие у них это тогда, когда случались эти срывы, а срывы случались на следующий день после манежной тренировки. Тренировка манежа отнимает большое количество сил, то есть весь свой самоконтроль, самообладание, дисциплину я всё, видно, оставляю там и вкладываю в то, чтобы бежать именно с той скоростью, с которой просит тренер выполнять все упражнения, что на следующий день я выжата как лимон, и вся моя, наверное, вот защита, она полностью снята, не работает, и я очень сильно импактуюсь, поддаюсь на воздействие внешнего мира и реагирую, не могу абстрагироваться, защиты нет, нечего выставлять. И именно на следующий день происходили все эти срывы. И тем самым вот эта книга помогла мне второй инсайдой. То есть первый инсайд, что я смогла понять ситуацию и перестать себя ругать, а второй — изменить свою работу над ошибками. То есть работа над ошибками — это не ругать себя постоянно, а понять, что послужило триггером и как сблокировать этот триггер и вывести навсегда вот это уже известное к этому во времени, слагаемое из уравнения. В моём случае я всё ещё думаю о том, как быстро восстанавливать защиту на следующий день, чтобы не срываться, будь то на работе, будь то дома. И это первый инсайд. Второй инсайд из книги, тут будет, да, в этой книге, кстати, будет три инсайда. Второй, они уже чуть помельче, потому чуть быстрее я проговорю. Второе, что мне понравилось, очень большой отрезок текста уделён вопросам, именно активным вопросам. И что мне очень понравилось, то есть в одной из глав там будет такой вопрос, готов ли ты сделать, сейчас я вам даже её прочитаю точно, чтобы не ошибиться в, как он точно звучит, готов ли ты сейчас приложить усилия, чтобы изменить ситуацию к лучшему. И этот вопрос, вот он немножко, возможно, вырван из контекста, но он тоже такой основной инсайд, поскольку я, опять же, проецирую этот вопрос на себя, понимаю, что в прошлом я очень часто реагировала, возможно, на что-то возмущалась, и не было дальнейших действий. То есть на самом деле я была не готова менять ситуацию, но я просто так вжух выплеснула свои эмоции, вот такая, вот так вот. Мне всё это не нравится, но ничего я менять не буду. И эта нелогичность бросалась в глаза, и соответствующая была реакция других людей, что «Катя, ну как же, ты же возмущалась, почему ты ничего не делаешь?» Недоумение их тоже отрицательное какое-то впечатление от моих поступков. И когда я дошла до главы с активными вопросами, я поняла, что да, действительно, я была не права. И прежде чем возмущаться, стоит всё-таки себе задавать вопросы, готова ли я что-то делать. И вся серия вот активных вопросов, о которых рассказывает автор, не буду раскрывать все секреты, потому что, возможно, вас зацепят какие-то другие вопросы. У него там очень много примеров в различных ситуациях. Мне понравился именно пример «Зготов ли я?». И вот сейчас я постепенно меняю. То есть я себе не каждый раз, как мы знаем, все привычки внедряются довольно долго, но сейчас всё чаще и чаще мне удается перехватить себя. То есть поймать вот буквально за руку, прежде чем совершилась какая-то реакция на сигнал с внешней стороны, посмотреть в себя в глаза и спросить «Катя, готова ли ты сейчас?». И если ответ будет «нет», развернуться и уходить. Не действует, потому что я не готова вступать в битву. И последний, третий инсайт — это структура. То есть, опять же, большое количество глав будет уделено этой тематике с примерами. Суть её заключается в том, что мы поняли, что уже мир неконтролируемый, что мы не способны его полностью контролировать. Мы можем только опознавать вот эти триггеры и каким-то образом с ними бороться, чтобы планировать свою реакцию и действовать так, как нам хочется, а не действовать фактически реактивно. И вот одно из таких противобойствующих средств, что предлагает автор, — это структура. Так вот, благодаря структуре он показывает на нескольких примерах, как можно не изменить внешнюю среду. Она так и будет неконтролируема. Но, по крайней мере, на какой-то промежуток времени отгородиться и восстановить внутреннее спокойствие, что в данный конкретный момент времени вы знаете, что будет происходить. Как такой пример, если всё ещё непонятно, — это моё волшебное утро. То есть, именно одно из кирпичек, почему я всё-таки сейчас благополучно внедрило волшебное утро, это была глава, посвященная структуре. Я поняла, что волшебное утро — это и есть та самая структура, которая позволяет контролировать неконтролируемую среду. Чтобы утро было максимально продуктивным, надо его починать определённой структуре. И сейчас уже, получается, какую-то третью неделю, всё моё утро, оно расписано по минутам. Отрезок там, получается, от часа до двух, но сейчас всё чаще это два часа. Я знаю, что в эти два часа я буду делать, и это полностью контролируемый отрезок времени и максимально продуктивный. Я за вечер, наверное, не успеваю столько сделать, сколько я успеваю сделать за эти два часа. Такие вот дела. Книга вот реально крутая. И с последнего, что прочитано, очень она меня зацепила, очень много инсайтов. Я думаю, что если вас заинтересовало вопрос триггеров, структуры и активных вопросов, вы точно найдёте в ней что-то полезное для себя, и это будет необязательно три мною перечисленных пункта. Вот и всё на сегодня. Если читали книгу, то напишите внизу, что вам понравилось, что вас зацепило. Возможно, вы что-то нашли в ней другое, мне будет посмотреть, интересно будет почитать и узнать, что же я пропустила. А на сегодня всё. Не скучайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok